День богоевленской семьи, как прошел православный праздник? Ломанные танцы, кто стал лучшим на фестивале по брейк-дансу? Режиссер из Томска удивит пьеса Некрасова. Когда ожидается премьера? Об этих и других событиях расскажем сегодня. Вы смотрите Культурное обозрение. С вами Алла Новоженина. 13 сентября по православному календарю жители Орловского региона отметили праздник, посвященный покровителям семьи. Это новый праздник, установленный Священным Синодом в 2012 году. Теперь Русская Православная Церковь чтит память святых Петра и Февронии не только летом, но и в сентябре. В Орле центром празднования стал Богоевленский собор. Праздник открылся торжественным молебном о православной семье. В программе «Концерт. Взгляни на мир глазами любви» одновременно прошли многочисленные мастер-классы по народным ремеслам. Своё шоу показала знаменская богатырская застава. В Орле прошел фестиваль по брейк-дансу, ставший уже традиционным для нашего города. В этом году география конкурса расширилась. Участие приняли более 40 танцоров из разных городов. Шестой год стены спортивной арены сотрясает рэп и диско, а площадка, обозначенная линолеумом, превращается в место состязания ломаных танцоров. Именно так переводится брейк с английского. В мастерстве совершать необычные акробатические пасы ревновались как юные, так и зрелые танцоры. Федонин Руслан, несмотря на свой возраст, 8 лет, самоотверженно крутился на голове и делал то, что многим взрослым не под силу. Там хочу по разным городам ездить, выступать, выигрывать. Бибой Антоха из Железногорска. Он занимается 2,5 года. В Орел приехал за призовым местом. Крутые такие кручения, фрезы, очень круто, мне нравится, все такое. Пришли на фестиваль и те, кто только начинает свои первые кручения на домашнем полу. Я хочу записаться на брейк-данс. Я покажу немножко кое-чего умею. Могу показать. Год от года фестиваль дает возможность развития талантливым танцорам. Победитель этого конкурса в 2013-м сегодня покоряет площадки Парижа. Организатор и тренер Мария говорит, что фестиваль – это уникальная возможность обменяться опытом. У нас уже участвуют дети совсем крошечные, от 3 лет и выше, соответственно. Максимальный участник, который у нас будет участвовать, ему 40 лет. И он пляшет до сих пор. У него ничего не болит, он идет здоровый образ жизни, радует всех, учит детей, обмениваются регулярно опытом. В прошлом году большинство призовых мест заняли орловцы. В этом конкурсе первое место среди детей у Руслана и команды «Дети 57-го региона». Первыми среди девушек стала команда «Кисель» из Брянска. В юниорах победил Курск. В номинации «Профи» лучшим стал бибой из «Орла». Ироничный водевиль о трагикомедии жизни. Академический театр готовит необычную премьеру к своему 200-летию. С орловскими актерами работает режиссер из Томска. На первом костюмированном прогоне побывала и наша съемочная группа. Эти красочные костюмы времен крепостного права артисты надели впервые. Поэтому репетиция идет с остановками. Колпаки, сапоги? Нет, естественно, сапоги, потому что тогда не читается. Все, он туда поднимается, там не поправляет. Давайте еще раз проверим. К репетиционному процессу трупа приступила раньше обычного. Подстраивались под режиссера. Ксения Торская прилетела из Томска, чтобы поставить в Орле Некрасова. Премьерная постановка состоится без ее участия. График у режиссера расписан по дням. Я с Игорем Анатольевичем Черкашиным знакома уже где-то примерно года четыре. Появилась такая вот у меня, скажем, такая точка и возможность приехать. Он даже вызвал коллектив раньше специально для меня, для того, чтобы мы могли начать раньше делать. В спектакле задействованы восемь человек. Для Николая Чупрова это, наверное, знаковая постановка. Заслуженный артист 53 года на сцене. И, скорее всего, спектакль приурочат еще и к бенефису мастера. Что из этого будет, посмотрим, потому что вы сейчас присутствуете буквально на первом прогоне. Это первый пробный такой вариант, который вы видите, что остановилось даже, потому что что-то не складывается. Впервые надели костюмы, которые нужно обжить, которые нужно, чтобы они стали твоими. За искрометным юмором, веселым сюжетом, обилием музыки скрывается глубокий подтекст. Ксения Торская говорит, что вкладывала особый смысл в постановку. Мне хотелось показать, конечно, трагизм выброшенного человека на задворке жизни, потому что он живет в своем поместье в свое время. Да, он говорит, были рысаками, были молоды, все в этой жизни было. А теперь вот бухандрический полк, в котором он живет со своей небольшой челюстью, по большому счету промотав состояние и оставшись в полном одиночестве. 8 октября премьерный показ спектакля «Дело было вечером» сможет оценить Орловский зритель. Вопрос, на какой сцене, пока остается открытым. В фотоцентре «Ракурс» открылась выставка Елены Кулагиной. В портретах начинающий фотограф старалась передать эмоции своих героинь. Она всегда была прилежной ученицей, говорят о Елене преподаватели фотоцентра. В стенах «Ракурса» она отучилась 4 года. Все это время Елена уверенно постигала глубину фотоискусства. Елена всегда была особенной ученицей. Она отличалась не только талантом, но она очень трудолюбивая. Ей все удавалось, потому что ее никакие неудачи, вот на первой выставке ей ничего не завоевало, ни одного диплома, не было ничего. А дальше она с большим рвением начала учиться, и у нее уже пошли сразу же международные награды. Так серьезно осваивая фотографию, Елена добилась результатов. Несмотря на юный возраст, ей сегодня 21, уже несколько раз становилась участником и призером международных фотоконкурсов. Работа Елены регулярно участвует в конкурсах за рубежом. Особый взгляд на фотографию был отмечен специальным призом в Люксембурге. Ее фотографии нередко печатают в глянцевых журналах, но хозяйка выставки считает это только начальным этапом в своей карьере. Очень переживаю, не знаю, как отнесутся к ней окружающие, но хочу сказать, что надеюсь, что всем понравится, и надеюсь, что все-таки это будет первая, но не последняя выставка. Преподаватель Елена уверена, выпускница добьется больших результатов в профессии. Я думаю, что Лена имеет хороший серьезный фундамент. И теперь на этот фундамент нужно наращивать кирпичики раз за разом, потому что сами понимаете, что остановка любая – это регресс. Поэтому человеку необходимо продолжать заниматься фотографией. Выставка Елены Кулагиной – первый этап начавшегося городского фестиваля «Фотографический сонет». В его рамках зрителей ждут и другие открытия. В субботу, 19 сентября, смотрите на нашем канале художественный фильм «Одинокие сердца» в 13.20. Мало кто знает, что сюжет фильма основан на реальных событиях. В субботу в 13.20 у вас будет возможность посмотреть на игру Джона Траволта и проследить вместе с героями фильма за раскрытием громкого преступления. Что же стоит посмотреть в учреждениях культуры на предстоящей неделе – узнаете из афиши. 22 сентября театр «Свободное пространство» покажет спектакль «Были слезы больше глаз» на сцене областного центра народного творчества в 19 часов. 25 сентября на сцене областной филармонии выступят Дарья Каменева и Александр Кузовов в 18.30. 26 сентября на сцене городского центра культуры пройдет 13-й региональный фестиваль авторской песни. Открытие фестиваля в 10 часов, галоконцерт в 18.30. В выставочном зале Союза художников России выставка «Тургеневская осень». В Краевеческом музее продолжается экспозиция стеклозеля. Как обычно, по субботам в 20.05 в программе «Исторический квартал» вас ждет продолжение экскурсии по тургеневским местам. Не пропустите. В новой серии Виктор Левцов расскажет о сердечной драме классика. Я же на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами была Алла Новоженина. Редактор субтитров А.Семкин